Предпринимаются попытки распространить этот метод на ситуации, которая для него, в общем-то, непригодна, на ситуации сетей с обратными связями. Я тут, готовясь к занятиям, провестав, нашел ряд оригинальных подходов. Но в целом, конечно, классическая схема применения этого метода – это однонаправленные сети без обратных связей, потому что любая обратная связь порождает сложную итерационную процедуру. И даже если теоретически получается обучить сеть с помощью таких методов, то практически это приводит к довольно большим вычислительным сложностям. Ну и закончили мы рассмотрением сетей, которые получили название «сети Коханами». Эти сети призваны классифицировать различного рода объекты, то есть когда мы им показываем объекты, похожие друг на друга, они, в общем, их объединяют по каким-то признакам близкие классы. Ну, на самом деле, если всмотреться в алгоритм обучения, сейчас я его еще немного напомню, механизм обучения там достаточно простой. Там используется понятие, что каждый входной образ или входной объект представлен вектором в некотором векторном пространстве. Дальше в этом векторном пространстве вводится понятие нормированного вектора, то есть вектор делится на его длину, но это с тем, чтобы получить векторы единичные, чтобы отличие между ними было только, по сути дела, в угле, описывающем их ориентацию. И степень близости векторов определяется, по сути дела, значением соответствующего скалярного произведения или косминуса угла между этими векторами. Ну, понятно, что я уже про это тоже говорил, что если бы у нас была картинка, там, сфера, ну, например, векторы по сфере распределены, и мы имели бы возможность ее разглядывать, то большого труда чисто визуально провести такую классификацию у нас бы не было. Ну, поскольку на практике приходится иметь дело с многомерными пространствами, то, в принципе, сети Коханана очень полезны. Обучение идет по принципу, победитель получает все, то есть мы показываем такой сети входной вектор, она подбирает, на этот вектор откликается тот нейрон, у которого веса связи с входами максимально близки к компонентам этого вектора, то есть соответствующие скалярные произведения максимально. Сети Коханана очень тесно связаны с двумя типами нейронов, о которых мы не говорили еще, и которые носят названия Инстар и Аутстар Гроссберга. Сейчас я их войду, и немножко подробнее о них расскажу. Инстар и Аутстар название связано с тем, что один похож на звезду с лучами внутрь, а другой похож на звезду с лучами наружу. Инстар – это сети Коханана, Аутстар, но иногда называются сетями Гроссберга, хотя не очень распространенное название. Значит, что это такое? У нас имеется ряд входов, иногда эти входы даже располагают, чтобы больше на звезду было похоже на окружность, но я уж не буду этого делать. Входы X1, X2, X3, в принципе, их может быть сколько угодно. Дальше все эти входы, как обычно, поступают на сумматор. Есть веса связи, это нейрон с номером И, Омега-И1, Омега-И2, Омега-И3. Ну и дальше, как обычно, формируется некий выход Y2. Как обычно, суммарный сигнал равен Омега-И2, Y2 это иксы, икс-Й2. Ну, я уже говорил, что когда я пишу дважды повторяющийся индекс, подразумевается, что по индексу Y2 у меня езжет судя. Ну и для обучения применяют правило, о котором я тоже говорил в прошлый раз, правило Гроссберга. Веса Омега-И2 на шаге T плюс 1 формируются по правилу. Веса, которые были на шаге T и плюс это на Y и на X Y минус Омега-И2 от T. Ну, что вас здесь не должно смущать? Во-первых, индексы и й у этого вектора. Это не матрица, это на самом деле. В принципе, эту вещь можно рассматривать как вектор, поскольку индексы у меня в данном случае один-единственный для каждого нейроны это вектор. Ну, в принципе, вы, конечно, правило сказать, что матрица это тоже несколько векторов, каждая строка или каждый столбец тоже вектор. Вот этот вот сигнал я могу записать так. как скалярное произведение, да? В принципе, могу потребовать, чтобы эти векторы были нормированы на единицу. То есть максимальное значение этого скалярного произведения будет на тоже единице. Значит, может быть, некоторые на первый взгляд вопросы вызывают вот это правило Гроссберга. Но нетрудно вообще сообразить, что это правило Гроссберга ведет к очень простой вещи. Вот эти веса становятся равными к входу. Параметр это, который называется темпом обучения, определяет, насколько быстро они это сделают. Непонятно, да? В общем, нужно немножко подчеркаться на бумажке, чтобы стало понятно. Но если, например, ситуация, смотрите, самая простая, ситуация, когда у нас выход единица. Если значит, нейрон там правильно все угадал, выход у него равен единице. И темп обучения единицы. Тогда сразу же на первом шаге все веса связи у меня будут равны соответствующим входам. Если второй раз подать на вход тот же самый вектор х, у меня точно будет выход единицы. Обучение супервизором. я беру желаемый выход, подал вектор и говорю, ты давай догадайся, что я тебе вот этот вектор подал. Он сразу же бум, говорит, очень просто. Все веса делаем равными единице, вектор подали, на вход выход сразу же будет единица, потому что вот эта вещь приобретет максимально возможное значение. если параметр будет меньше единицы, то выход будет х, но с некоторой поправочкой. То есть если это равна единице, то у меня просто вот это вычитается из этого, старый вес убирается и заменяется на новый. А здесь старый вес ослабляется и к нему добавляется некая доля вектора х. На практике это приводит к чему? Если я показываю несколько близких, значит, если это равна единице, у меня не очень приятная вещь происходит. Я показал один вектор, у меня сразу же все веса бум научились отвечать вот именно на этот вектор. Показываю другой вектор, у меня же не один образ может быть заложен там, а несколько, все веса бум научились отличать только этот вектор. Показываю третий, ну и все, и сеть растерялся. Она, собственно говоря, сделает, скорее всего, да ничего она не сделает, она научится распознавать последний показанный ей вектор. А вот когда это равна единице, меньше единицы, она учится реагировать и давать единицу на некий класс близких между собой векторов. Она некоторым образом их усредняет, веса, которые соответствуют близким между собой вектором с вот этим параметром это меньшим единицей и учится реагировать вот именно на этот класс. Если я сделаю несколько таких нейронов, ну я могу длиться того, чтобы первый нейрон у меня реагировал на первый класс, второй на второй класс, третий на третий класс, обучая их по правилу по сути дела я здесь что вижу здесь правило да победитель получается тот нейрон который правильно отреагировал подстраивает свои веса а тут эти нейроны которые реагировали неправильно не подстраивались иногда используют такую схему иногда в качестве выходного сигнала просто берут само вот это произведение омега йота на x ну если я прямо подставлю это выражение сюда то получу следующее омега и йот на шаге t плюс 1 у меня будет равняться следующей вещи омега и йот на шаге t умножить на единицу минус омега и x и на это плюс x й омега и й и на это ну омега и й на самом деле я просто ввел другой индекс чтобы там у меня и й не путались ну видно что у меня веса модифицируются так чтобы стать похожими на входные характеристики соответствующего вектора ну причем степень этой модификации зависит от параметра обучения чем ближе у меня уже были веса к этому вектору тем ближе вот этот параметр единицы к единице в предельном случае когда это единица то есть веса уже подстроены так чтобы распознавать вектор x значит у меня получается то же самое о чем я говорил в предыдущем случае вот это инстар ну когда я использую нормированные векторы то есть каждый xj я заменяю на xj деленное на ну скажем простейшую норму x1 квадрат плюс x2 квадрат я считаю что у меня метрическое пространство декарта то у меня уитое равняется по сути дела чему вектору омега й умножить на норму вектора xj и умножить на косинус угла между ними если я например научил распознавать какую-то группу научил распознавать такой вот инстар какую-то группу близких векторов или давайте для простоты научил распознавать один единственный вектор обозначил x1 норма этого вектора x1 у меня равняется единице а теперь показываю этому инстару какой-то новый вектор x2 то у меня выход такого нейрона будет равняться косинусу угла между векторами x1 и x2 и x2 это один и тот же вектор то есть если x2 равняется x1 то φ будет просто равен нуля косинус соответственно будет равен единиц если вектора немножко отличаются друг от друга то косинус будет меньше единицы угол отличен от нуля ортогональные вектора то есть совершенно не похожи будут иметь угол пип-па-план косинус равен то есть если вектора достаточно похожи и инстар обучается на группе таких векторов то с коэффициентом обучения меньше единицы то по сути дела это приведет к чему вот эти параметры вися-связи будут каким-то образом усреднены по этим обучающим векторам то есть инстар научится воспринимать ну какой-то средний омз. Ну, грубо говоря, мы берем человека, люди разные, друг на друга не похожи. Вчера какой-то фильм шел по телевизору, по этому каналу. Я люблю его смотреть под работу, потому что оторвешься, посмотришь. Красивые женщины, следователи, действия там, можно смотреть с перерывами, 15-минутный пропуск, значит, ничего в сути понимания не изменяет. Ну, так вот, там, суть в том, что допрашивают какую-то то ли таджичку, то ли киргизскую, значит, показывают фотографии, она говорит, ой, однако, сложно очень понять, все на одно лицо. Значит, для нас они на одно лицо, для них мы на одно лицо. Значит, вот это некий усредненный образ китайцы, там, европейцы и так далее. Ну, на дорожных знаках идут еще дальше. Вы понимаете, что человечек нарисован, хотя там нарисованы, черт знает, что две руки, две ноги. Значит, вот это, вот примерно такую вещь сделает Инстар из образа человека. Вы поймете, что это человек, ну, то это Петрова, Ванова или Сидера, естественно. Но, во всяком случае, поймете, что это не кошка, потому что у кошки будет другой образ. Вот он выдает некие усредняемые образы. То есть, учиться на образ из одного класса выдавать реакцию. Можно решать задачу классификации, если будет у нас не один такой вот Инстар, а целая сеть. Добиваться того, чтобы один образ четко реагировал на кошку, другой четко реагировал на собаку, третий там четко реагировал на что-то еще и так далее. Аутстар, Гросберг, значит, сеть в каком-то смысле дополняющая Инстар. Аутстар работает вот таким образом. Здесь у нас много входов, один выход, и мы учимся входы классифицировать так, чтобы выход был нужным, если попадает вход определенного класса. А у Аутстара, догадались, наверное, что Аутстар звезда вовне. То есть, это у нас наоборот, есть некий нейрон, который по каким-то признакам среагировал, и его реакция разбивается... 1И, 2И, 3И, веса связи вот с этим нейроном И. Его реакция разбивается... подается на несколько выходных нервов. И каждый из них выдает свой один выходной сигнал. Y1, Y2, Y3. Вот эти сигналы будем обозначать буквой Й. Значит, задача добиться того, чтобы у меня на выходной, на определенный выходной сигнал Y1 откликался только один из перечисленных нейронов. Ну, представьте себе, я сеть Кохан решил сделать, которая отличает там объекты «Человек, не человек». Ну, она выдала сигнал, что это не человек, выход ноль. А мне нужно еще как-то догадаться, где-то зажить человек, не человек. Вот я беру и ставлю выходные нейроны так, чтобы у меня человек откликался этот, одна лампочка зажигалась, не человек откликался вот этот, давал выход в единицу. Не один ноль, выход, отсутствие выхода. А, значит, вот каждый из нейронов реагировал, вот этот только на человека, а этот только не на человека. Алгоритмы могут быть достаточно. А первое это Y3, а что делать? А это вот обычный инстар, например. Или любой другой нейрон, который просто дает какой-то выход. Ну, скажем, единичку или ноль. А здесь я хочу добиться того, чтобы на единичку откликался только вот один из этих нейронов, а на ноль только другой из этих нейронов. А третий, ну что будет? Ну, я могу, значит, не единичку и ноль сделать, просто определенный набор чисел. Могу добиваться того, чтобы у меня, скажем, на единичку откликался не один нейрон, а несколько. Вот если нужно так, чтобы было четко один или ноль, конечно, третьим нейронам не нужно. Могут быть достаточно забавные алгоритмы в реальных задачах, значит, вот я говорю человек, не человек. Скажем, я знаю, был такой алгоритм, сейчас он, не думаю, что секретный, потому что встречал о нем напоминания вот в этой печати. Как найти, скажем, танк на поле боя автоматически? Ну, вот, оказывается, один из самых простых алгоритмов, базируется на том, что природа не создает прямых углов. Это большая редкость, чтобы естественным путем был создан идеальный прямой угол. Обычно они не прямые и не углы, строго говоря, значит, а методы, которые изображению позволяют найти прямые углы, значит, есть такая вещь дифференцирования изображения, значит, прямой угол там будет четко виден даже при аналоговом дифференцировании, потому что там явно меняется плотность. Ну, дифференцирование разумной функции дает, дифференцированные ступеньки дает дельта-функцию, по сути дела, в этом, значит, фокус. Его хорошо видно. Ну, вот, алгоритм такой, все, что есть на поле боя, классифицируем на прямые углы и все прочее. Если прямой угол, туда летим и на всякий случай взрываем. Ну, понятно, что на поле боя могут быть не только танки в виде прямых углов, но поскольку стоимость снаряда, пусть даже интеллектуального и танка не сопоставима, то лучше подорвать несколько лишних прямых углов, чем допустить один правильный прямой угол. А такие, наверное, использовали именно систему самонаведения, да? Да, ну, реально, реально наука пошла по другому пути. Это один из таких исторически первых алгоритмов, достаточно простых, поэтому я о нем упоминаю. Обучение такого аутстара, по сути дела, тоже ведется по правилу Гроссберга, то есть на следующем шаге вот эти веса связи подбираются по правилу. в том же правилу, то есть учит скликаться тот нейрон, который имеет нужный сигнал, это, как обычно, коэффициент обучения. То есть, по сути дела, у меня данная конструкция является просто дополнением инстана. Ну, как обычно, обучать можно что с учителем, что без учителя. Значит, если с учителем, то в качестве выходного сигнала берем тот сигнал, который должен был бы получиться, желаемый сигнал, если без учителя, то берем тот сигнал, который реально получился, значит, при подаче вкода на вход инстана или аутстана. Вообще, приложения вот таких вещей достаточно многочисленные, многообразные, значит, ну, одним из вариантов, интересных вариантов, о котором я расскажу, является так называемые сети встречного распространения, в котором сигналы, по сути, распространяются друг на встречу другу. Вот одна из таких сетей, состоящая из двух слоев, работающих, решающих, ну, кроме этого, есть слой входных нейронов. Входной слой, допустим, тренирован, слой Коханена, слой Гроссберга, слой Коханена, связан по принципу, каждый нейрон с каждым. Слоем Коханена, вот таким образом. Это входные нейроны, это нейроны Коханена, они работают по очень простому принципу, значит, на вектор определенного класса отвлекается один из этих нейронов, ну, а нейроны Коханена связаны тоже по принципу, каждый с каждым, с нейронами из слоя Гроссберга. 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 Обученная сеть Некому входному вектору X Ставит в соответствии Входной вектор Y Выходной вектор Y Ну понятно, что здесь Работа идет каким образом Сеть Кохмана По самому своему мыслу обучается таким образом, чтобы На Входные векторы определенного класса Возбуждался один из этих нейронов А сеть Гроссберга Здесь Аутстары По сути дела Работает каким образом Она добивается того, чтобы При возбуждении При определенном наборе Возбужденных нейронов Кохмана Возбуждался один из этих нейронов Гроссберга То есть эта сеть классифицирует А эта сеть нам по сути дела Говорит, что мы узнаем Не обязательно может быть так примитивно, что только один из нейронов Возбужден Я могу сказать, что, например, что На определенный входной вектор у меня должны Правильно среагировать Правильный сигнал должен быть таким Один, один, один А сеть Гроссберга мне при этом должна сказать, что Это ситуация один Если один, один, один Это ситуация три Ноль, ноль, один Это ситуация два Ну и так далее Поскольку здесь идет определенные сигналы По сути дела идут в каком-то смысле навстречу друг другу Тут и используется понятие сети встречного распространения Говорят, что время обучения у них существенно сокращается Есть один вариант Но обратное распространение здесь скорее всего Вот название связано с тем, что при прямом прохождении Мы учим вот эти нейроны определенным образом реагировать А потом смотрим как бы в обратном направлении Какой выход у нас должен получиться, если вот эти вот нейроны среагировали определенным образом Обучать тоже можно с помощью методов обратного распространения ошибки Смотрите, как можно интересно использовать такую сеть Я схематически нарисую картинку архитектуры сети Давайте предположим, что входной вектор у меня состоит из двух компонентов Из компоненты Х и компоненты У Дальше все это поступает на свой Поконона Я не уточняю, сколько нейрона в нем может быть Это зависит от конкретной задачи Но принцип очень простой Каждый нейрон связан с каждым Слоя Кохонона Слой Кохонона Связан С выходными слоями Гроссберга Я их распределил вот таким образом Их штрих и Игрек штрих То есть количество входных нейронов у выходных нейронов у меня одинаково То есть я учусь Я добиваюсь того, чтобы паре Х и Игрек штрих Слоя некая пара Х штрих и Игрек штрих Ну, на первый взгляд тут ничего хитрого нет Собственно говоря, все нейронные сети так и работают Преобразует некий входной вектор в некий выходной вектор А вот теперь представьте себе такую ситуацию Я взял и подал на вход неполную информацию Ну, например Вот такой Вектор Ай не подал вообще За нулю Все его входные сигналы А выходной вектор у меня будет тем не менее содержать пару Х штрих и Игрек штрих То есть функция, которая отображает вот эту пару в пару выходную У меня работает И если я, скажем, подам неполную информацию Ну, картинку шума нет у меня никаких даже Это как на экране телевизора бывает предефект сейчас в цифровом телевидении Некоторые клетки просто-напросто выпадают Но все равно ведь можно понять, что изображено Так вот, в этом случае Если даже я подам картинку с шумом Часть входных данных будет отсутствовать Сеть, тем не менее, выдаст определенный сигнал Мы можем добиваться того, чтобы, скажем, человек У которого отсутствует половина изображения Все равно распознавался как человек Могу сделать следующее, скажем, Х и Игрек Ну, если вести речь о рынках Х и Игрек это данные Ну, скажем, по курсу валют Я разрезаю всю историческую информацию на кусочки определенной длины И говорю, что если там на предыдущей неделе были такие кусочки На следующем у меня вот такие кусочки Это Икс, это Игрек Ну, я формирую обучающий набор из двух векторов Икс и Игрек Историческая информация у меня большая Я таких векторов обучающий выборку могу нарезать достаточно большую Обучаю вот эту сеть встречного распространения Которую я нарисовал на этой выборке Она у меня в итоге учится распознавать ситуации, которые были на рынке Все задачи так или иначе связаны с прогнозом рынка Базируются на простой вещи На рынке ничего нового не происходит Поскольку рынок достаточно простая конструкция Спекулятивная, по крайней мере Все там желают купить подешевле, продать подороже Все, что на нем могло произойти, когда-нибудь происходило Поэтому, если я буду внимательно следить за тем, что было Я могу заметить, что в определенных ситуациях Значит, у меня всегда, скажем При таком вот положении на прошлой неделе У меня всегда наблюдается вот такое положение на следующей неделе Ну, не обязательно неделя, я просто так говорю Выход может быть один, единственный в следующий день Поэтому, если я скажем Теперь, говорю, а сегодня у меня вот что А скажите мне Вот эта прошедшая неделя А скажите мне, что будет с понедельника Сегодня пятница, торговый день закончится Она не скажет, что будет с понедельника На основании, ну, по сути дела Некого усреднения той информации Которая была накоплена до этого Ну, естественно, я здесь несколько примитивно сказал За одним курсом следить большого резона нет Если послушаете любую экономическую программу Там очень много чего говорят То есть следить нужно как минимум За курсом За фьючерсными контрактами За событиями, которые происходят в федеральной резервной системе Потому что доллар-то, как бы мы не любили Или не любили американцев Это все равно пока еще ключевая валюта За тем, как они покупают Покупают там свои государственные облигации За ставками, которые они установили За ставками, которые установил Центральный банк Ну и за ценами на нефть За ценами на другие валюты Поскольку между ними там есть определенная корреляция Ну вот за всем вот этим надо следить То есть входной образ можно сформировать Достаточно многомерно Ну а выходной сигнал у меня будет Один единственный курс доллара Например, на следующую неделю Разумеется, это не панацея Но это некая информация В принципе, так сказать Личный опыт использования таких вот систем Для прогнозирования Ну они помогают Дают определенные сигналы Весьма часто удачные Проблема у нейросетей Как у таких вот экспертных систем на рынке Ни один человек Не будет до конца Полагаться на автоматику В этом вопросе Ну то есть, грубо говоря, если полагаться Тогда возникает резонный вопрос А зачем вообще может у человека Пусть она работает Значит, человеку все-таки нужно Иногда требуется творчески осмыслить То, что происходит На сети, например, достаточно сложно Объяснить Тоже ситуацию на Украине И почему, скажем, выступление Путина Перед федеральным собранием Привело к тому, что Рубль по отношению к евро Сразу на 45 копеек укрепился Слишком много там факторов Таких тонких Плохо алгоритмизированных Поэтому, когда мы используем нейронную сеть В качестве советующей системы Например, на рынке Очень часто хочется Задать вопрос А почему? Почему вы так думаете? Что курс пойдет вниз Ну вот у нейросети получается Как в известном анекдоте Про прогнозирование погоды Не знаете, там Чокчи пришли К шаманам говорят Какая зима будет? Холодная? Или теплая? Там Мухоморов поел Кухгубин постучал Говорит Холодная зима будет Готовьте дрова Пошли дрова готовить Говорит А вдруг Теплая? Лукаши все Подрывы, авторитеты Звонит Беру погоды Скажите, пожалуйста Какая зима будет? Холодная Или теплая? Говорит Очень холодная зима Говорит Простите, а вы откуда знаете? А народная примета Чокчи дрова Заготавливает Вот и здесь То же самое На вопрос А почему? Она скажет А потому Народная примета Всегда на рынке После этого Случалось вот это Точнее даже хуже Она и этого не скажет Просто не может Она скажет Ну потому что Вот у меня веса Такие, такие, такие Они выдали Такие реакции И так далее А вам нужен Какой-то текст А нейронная сеть Не сможет объяснить Почему она Такое решение Приняла Это их такое Глобальное ограничение Поэтому после Такой большой эйфории Что мы тут Сейчас все на рынке Будем анализировать С помощью нейронных сетей Наступила эпоха разочарования Вот если бы Сообразить Как заставить Нейронную сеть Объяснить Какие факторы Она учитывала Но это было бы уже Совершенно другая технология Потому что она не учитывает Никаких факторов Она просто учится Ее тупо Натаскивают Вот это так 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 Ну вот это сеть Встречного распространения Так, сколько у нас там Времени с вами Ну давайте поговорим Еще об одном Классе сети Так сказать Сегодня небольшое Небольшое введение Сети с обратными связями Подробнее О них поговорим В следующий раз Обратная связь Вообще говоря Явление Ну по сути дела Очень известное И очень нужное Мы всегда Получив какой-то выход Должны вернуться Ко входу И посмотреть А не нужно ли нам Что-то изменить Во входе Скажем Вся Такая очень почтенная Деятельность Как внедрение Систем управления Качеством Базируется На Использовании Петли Обратной связи Если Скажем При анализе Бизнес-процесса В организации Мы видим Что Обратной связи Нет Ну Стало быть Процессы В ней Качественно Выполняться Просто нет Есть так называемый Цикл Деминга Педисей Планируй Делай Анализируй Корректируй Запланировал Что-то Сделал Получил Результат Проанализировал Что получил И при необходимости Прокорректировал По сути дела Нейронные сети Мы учили Не таким образом Спланировали Нарисовали Пространство Признаков Показали Посмотрели Что получилось Подкорректировали Веса И так Пока не добылись Себошенского Ну Сети С обратными Связями Например Такая Конструкция Входы Три нейрона Связи Выходы Чтобы подчеркнуть Что это Выходы Я напишу Вот здесь Так Это Нулевой Слой Это Первый Слой А вот здесь Я нарисую Вот такую Вещь Замкну Выходы На Входы Ну Конфигурации Могут быть Разные В моей Ситуации У меня Просто Сеть Замкнутая Я могу Добавить Еще и Некие Внешние Входы Например Сюда То есть У меня Каждый Нейрон Этого Слоя Получает Входные Сигналы Дает Выходной Сигнал Значит Ну давайте Я обозначу Скажем Суммарный Сигнал Который Получает Итый Нейрон По обычному Правилу Омега Илит А Нет Немножко Не так Я нарисовал Омега Илит Аут Ит Аут Ит И Кроме Этого Сюда Еще Вход На Каждый Нейрон Поступает От Внешнего Источника Вот так Вот Илит 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 То есть Каждый Такой Нейрон Получает Выходы От Получает На входе Сигналы И от Себя Самого И от Остальных Нейронов Через Вот эти Петли Обратной Связи И какие Это Внешние Сигналы Суммирование Идет В данном Случае По Индексу И И еще Добавляются Внешние Сигналы Для Каждого Нейрона Вот Такая Сеть По Сути Дела Хотя В дальнейшем Мы будем Рисовать Нечто Иное Вот Эта Сеть И Есть Сеть Хопфилла Вот Эта Конструкция Которая Изобразила Это Как раз Чтобы Изобразить Связи Хопфилд Сам На самом Деле Рассматривал Некие Нейронные Сети Он Рассматривал Систему Взаимосвязанных Усилителей У него Были Усилители С петлями Обратной Связи На Усилители Подавался Входной Сигнал Но Они Выдавали Какие Это Выходы По Сути Дела Здесь Смотрите Вот Эти Вот От них Они Обеспечивают То Чтобы У меня Выходной Сигнал Поступал Выход Вот Этого Нейрона Поступал На Все Входы Остальных Нейронов Можно При этом Скажем Два Варианта Делать Например Расключение Самовозбуждения То есть Чтобы При суммировании Здесь Ставить Условия И Неравно Ее Чтобы У меня Не Было Такого Что Нейрон Сам Себя Возбуждает Можно Этого Не Делать Будет Немножко Разные Сети Что Тут Получается Ну Во-первых Сразу Видно Что Такую Сеть Не Сразу Поймешь Как Учить Потому Что У нас Все Обучение Планировалось Каким Образом Подали Некий Вход Получили Некий Выход А здесь Получили Некий Выход Но Этот Выход Опять Влияет На Выход И Ну Как Минимум Нужно Делать Длинную Итерационную Процедуру Пока Кассет Не Придет В Равновесие И Она На Самом Деле Достаточно Долго Приходит В Равновесие Несколько Итеративных Процедур Необходимо Делать Если Это Делается Скажем Не на Аналоговых Устройствах А численно То Надо Бывает Довольно Забавно На Это Смотреть Значит Смотреть Я Что Должен Сделать Например Я Хочу Хочу Просто Ну Понять Какой У меня Выход Получился Я Должен Как Тут Задачу Решать Подал Входы Здесь У меня Какие-то Веса Связей Распределены Например Случайно Начинаю Искать Выход Вот Вариантов Сразу Много Беру Первый Нейрон Смотрю Какой Выход У него Получился Подаю Его На Вход Меняю Значит И так Далее Пока Он Не Успокоится Беру Второй Нейрон Потом Третий Нейрон Это Так Называемая Синхронная Динамика Я По очереди Перебираю Все нейроны Есть Синхронная Динамика Посмотрел Выходы Посчитал Новое Состояние Выходов С учетом Того Что Эти Выходы Поступили Снова На Входы Потом Получил Третье Состояние Четвертое И так Далее Вообще Никем Не гарантировано Что Этот Процесс Вообще Когда-нибудь Цейбился Есть Ситуации Когда Он Совсем Бисходится То есть Сеть Гуляет То В одно Состояние Переходит То В другое Снова В первое Снова Во второе Есть Скажем Если Использовать Нейронные Сети Осетий Хопфил Очень часто Используется По крайней мере Как они только Появились Использоваться Для Распознавания Изображений В принципе Почему бы Нет Вот у меня Нейроны Но у меня Их три А если Я их Нарисую Такую Вот Линеечку Нейронов Вот Скажем У меня Уже Букву Можно Рисовать Белый Нейрон Единица Дает Выход Черный Нейрон Ноль Дает Выход Вот И Нарисовал Картинку Букву Много Нейронов Можно Сложные Картинки Рисовать То есть Можно Распознавать Изображения Поэтому Все эти Хопфил Зачастую Использовались Для Распознавания Букв Ну и Других Изображений В принципе Они неплохо Это делают Распознают Изображения Со Своей Что Ну так Сказать Ассоциативной Памяти О чем Идет Речь Вот Если Я Скажем Здесь Уберу Вот Этот Нейрон И Сделаю Его Черным Вы Все равно Догадаетесь Что Это Буква Н Вот Это Ассоциативная Память Почему Потому Что Вы Мысленно Заполнили Вот Эту Клеточку Сказали Что Это Н Изображенная С Дефектами А Скажем Если Просто Так Как Обычный Компьютер Делает Просто Сравнивать Поклеточно Совпадает Или Нет Сигмон Это Разные Буквы Так Что Свойства Ассоциативной Памяти Это Скажем Возможность Распознавать Изображение Шума С Искажения И так Далее Для Этого Они Впервые Применялись И Эту Задачу Решают Другое Дело Что Очень Немного Образов Запоминают Ну Так Вот То О чем Я Говорю Не Знаю Смогу Ли Хорошо Нарисовать Есть Ситуации Когда Задачу Вот на эту вещь можно смотреть как на два лица, смотрящих друг на друга, так и как на вазу, например, да, ну и таких там день и ночь, черные птицы и белые летят, в учебнике Перельмана забавная физика была, фигура где там кубы-то он на тебя выпукло смотрит, а наоборот внутрь. В чем особенность таких изображений? Как только вы зафиксируете, как только я зафиксируюсь на лица, у меня тут же пропадают лица и я начинаю видеть вазу. Если я стараюсь зафиксироваться на том, что это ваза, я довольно быстро теряю картинку вазы и начинаю видеть лица. Вот это так называемое бинарное восприятие изображения, но оно в каком-то смысле соответствует тому, что сеть Хорпелда в данном случае не может остановиться на какой-то одной картине. Она видит либо ее, либо ее дополнение. то есть не приходит в равновесие. Такое, в принципе, возможно тоже. Вот это одна из трудностей, которые здесь есть. Понятно, что не очень ясно, а где здесь обратное распространение ошибки. Потому что обратное распространение ошибки подразумевает четкую однонаправленность сети, а здесь нет однонаправленности. Здесь, по сути дела, каждый нейрон связан с каждым. Поэтому вопросы обучения этих сетей остаются открытыми. Да, ну и, значит, как обычно считается, что нейрон срабатывает, если вот это значение больше некоторого порогового значения. Трэш-хвост. Есть такая область деятельности, устойчивость. Так вот, хорошо говорить об устойчивости, когда для сети можно ввести некую, скажем, положительно определенную функцию, которую часто называют функцией Липунова. И вот для сети Хоптерна такая функция имеет следующий вид. Непрасно сказать положительно определенную. Главное, чтобы изменения были определенного знака. Индекс И и Й у меня описывают нейроны, Омега и Й это леса связи между нейронами. Ну вот здесь у меня само действие исключено. последние два слагаемых, значит, описывают, соответственно, внешний вход на нейроны и порог срабатывания, который есть у каждого нейрона. Если такая сеть находится в каком-то состоянии, то состояние устойчиво, если при любом изменении состояния нейрона у меня энергия будет увеличиваться. Ну вот здесь несложно сообразить, что изменение энергии дельта Е, если я рассмотрю изменение состояния какого-то нейрона, у меня будет выглядеть таким образом. По сути дела нужно продифференцировать по какому-то при изменении состояния какого-то нейрона, Й, например, вот это у меня изменение нейрона, состояние нейрона. Если я посмотрю на вот это мое определение, то они трудно видеть, что вот здесь я просто-напросто с учетом вот этой добавочки записал вот этот сигнал, который поступает на соответствующий нейрон. то есть такое изменение энергии у меня будет равно минус. где дельта аут Й, это изменение выхода Й на нейрона. Ну дальше, если вы рассмотрите все возможные комбинации, то есть скажем, допустим, что у меня у этого нейрона вот эта величина была больше порогового значения, тогда эта скобка положительна. Ну и чтобы энергия у меня... Чтобы энергия у меня уменьшилась, у меня вот это изменение состояние нейрона должно быть тоже только положительным или нулем. А если у меня вот это значение меньше порога, то тогда вот эта величина может быть только отрицательной или нулем. То есть у меня тогда в любом из этих ситуаций у меня энергия состояние такой системы на самом деле только уменьшается. То есть состояние системы будет устойчивым. Это говорит о том, что у сетей Хопфилда могут существовать устойчивые состояния. То есть мы с вами этот вопрос рассмотрим более подробно не на примере вот таком, здесь все-таки слишком много различных паразитных эффектов, а на немножко более такой физичной модели нейронных сетей, когда каждый нейрон заменяется определенным спином. Там же и рассмотрим более подробно ситуацию, почему каждый из таких нейронов, как правило, в сетях Хопфилда нет смысла моделировать с помощью размазанных функций. Моделируются они обычно ступеньками единицей или ноль. поскольку можно показать, что вот это вот состояние такой сети будет абсолютно устойчивым при ситуациях, когда каждый из нейронов находится, может быть устойчивым, точнее, не хорошо сказал, может быть устойчивым при ситуациях, когда каждый из нейронов находится в состоянии либо ноль, либо единице. в промежуточных состояниях, по-моему, в случае. Ну и сегодня в заключении я просто-напросто, я не хочу просто сейчас начинать подробно рассказывать про сети Хопфилда, но все равно мы успеем добраться до самого интересного за разумное время. Я просто остановлюсь на аналогиях. Вот мы с вами увидели, что сеть Хопфилда может на самом деле быть определена с помощью вот такой энергии. Вот даже если не брать во внимание все рассуждения, которые я и сделал, если вот это энергия сети, то по сути дела некая условная сила, которая действует на выход йотового нейрона, это ДЕ по ДАУТЬЁТЕМ. Мы с вами посмотрели, чему она равна. Она равна, ну в данном случае я вот это уберу, она равна вот этому выражению. Если сила у меня получилась больше порогового значения, больше нуля, то есть вот эта вещь больше порогового значения, у меня нейрон срабатывает. Если меньше нуля, у меня нейрон срабатывает, переходит в состояние единицы. Если меньше нуля, то переходит в состояние ноль. Значит, есть очень похожий объект, который по сути дела ведет себя точно таким же образом. Вот так вот. Ну хорошо, да, напишу еще вот это, минус суммы по i. Что я написал? Я здесь предположил, что порог срабатывания у меня равен 0. В принципе, это не принципиальная вещь, я изменению отчета могу сделать порог срабатывания равным 0. Что это за уравнение, что оно описывает? Резинговский магнитик. Ну, резинговский магнитик, да. Единственная разница, что в резинговском магнитике у меня либо плюс единица, либо минус единица, на самом деле плюс-минус одна вторая. Но большой разницы нет, значение s связано со значением out, значит очень просто. Так, что там, 2s, 2s минус, сейчас. Out у меня 1 или 0, а s у меня 1 или минус 1. Тогда, что-то формула из головы вылетела. Нужно так, чтобы s равная 1 соответствовала 2 out, 1 минус 2 out. Ну, например, так. Нет, не пойдет так. Нет, пойдет. Значит, если out будет равен 1, то я получу минус 1. Если out равен 0, то я получу 1. А, ну тогда 2 out минус 1 даст абсолютно то, что нужно. Значит, если out равен 0, то я буду иметь минус 1. Так что, в принципе, это одно и то же. Значит, а это изенковский магнетик. Тогда сила, которую я вот здесь вычисляю, это у меня попросту некое эффективное поле или молекулярное поле, или поле веса, еще говорят, которое действует на соответствующий нерву. Это поле у меня будет равно, ну, на самом деле, так, как я записал, вот так вот. Потому что поле – это минус производной энергии по спинам. Ну, я могу использовать, соответственно, все методы магнетизма для того, чтобы анализировать поведение таких систем. С магнетиками работать несколько удобнее, чем, значит, с системами усилителей. Ну, по крайней мере, для физиков и схематической ситуации проще. Хотя задача, на самом деле, тождественна, потому что в системе усилителей может быть сопоставлена липуновская функция для исследования его устойчивости, которая имеет смысл энергии. Ну, собственно, липуновские системы – это система, для которых такая функция может быть введена. Вот, собственно говоря, такие магнетики мы с вами и будем исследовать. Возникает вопрос, а почему я вообще считаю, что это нейронная сеть, что она может что-то запоминать? Собственно говоря, я на этот вопрос не ответил и на предыдущие картинки. Я просто нарисовал нейронную сеть, мы уже привыкли, что нейронная сеть может быть использована как какой-то классификатор. Но обычно, когда я рисовал какую-то нейронную конструкцию, я одновременно и показывал, как ее можно этому научить. Вот как научить данную сеть, я не показал, если внимательно смотрели. Мы более-менее показали, еще к этому вопросу вернемся, что она устойчива, что она может находиться в устойчивом состоянии. Посмотрели аналогию, как ее обучить. На самом деле, обучение такой нейронной сети может быть проведено с помощью специального задания вот этих, на языке магнетикообменных интегралов, на языке нейронной сети, весов связи между нейронами. Как мы увидим, обучение, небольшое домашнее упражнение, обучение сети может быть проведено с помощью так называемого правила ХЕБА. Правило ХЕБА, мы уже говорили о нем, оно появилось с того, что было замечено, что если синапс связывает два возбужденных нейрона, то сила такой связи увеличивается. Если мы договоримся, что какой-то образ, вот я его обозначу буквой К, у меня представляет собой набор плюс или минус единиц. На самом деле, единицу можно не писать, можно написать просто плюсы или минусы. Вот это у меня номер нейрона, один, два, три, четыре, пять, а это его состояние, плюс или минус единица, возбужден или заторможен, то есть такое утверждение. Если я обменные интегралы выберу вот таким образом, m это количество образов, которые я хочу запомнить, а это значение соответствующего выхода нейрона, или если на языке спинного говорить, значение соответствующего спина в каждом из образов, в принципе здесь можно еще поделить на количество образов, то вот такая сеть будет запоминать соответствующие образы. Нетрудно показать, что если я возьму и рассмотрю такую ситуацию. Первое. Все образы ортогональны, то есть СКТ умножить на СПТ скалярно равняется пропорционально Дельта К и П, то есть равняется нулю, если К не равняется П, то есть все образы ортогональны. Это конечно сразу же ограничивает возможное количество таких образов. Так это очень жесткая форма. Ну достаточно, достаточно жесткая, да. То на самом деле при выполнении такого, если они не ортогональны, там появляются паразитные эффекты. Грубо говоря, если говорить на языке вот букв, то некоторые образы могут начать с собой коррелировать. Появляется ложная память, сеть начинает узнавать те образы, которые на самом деле не запоминали, не вкладывали их в память. Так вот при ортогональности очень просто доказать, что если я предъявлюсь системе с такими вот обменными интегралами на вход, вот один из запомненных образов, она в этом состоянии останется. Для этого нужно просто взять и расписать вот эту формулу и посмотреть, что будет, если в качестве осиотова я предъявляю один из образов, заложенных в память. Попробуйте это дома проделать, в следующий раз мы это проделаем вместе. То, что вы говорите, да, у стихов, это достаточно жесткие ограничения, на самом деле у нее есть очень жесткая связь между количеством образов и количеством нейронов. Вот это отношение у нее примерно 0,138. То есть, грубо говоря, на каждой из 100 нейронов примерно 14 образов она запоминает. Ну, 100 нейронов это не такой уж маленький мозг. Значит, это какие-то... Я арбиолог, конечно, не могу ошибиться, но это, ну, в общем, какие-то простые организмы, я думаю, червяк или оса такого порядка что-то и имеют. Значит, ну, они, естественно, больше образов, чем 14 в своем мозгу держат. Поэтому, на самом деле, у стихи их опыта очень низкая информационная юность. Значит, поэтому считать ее хорошим приближением к реальным геологическим системам, разумеется, нельзя. Ну, собственно говоря, она на это никогда и не претендовала. Сам Хопфилд вообще занимался, как и говорил, системными усилителями. Значит, но физикам она очень понравилась, потому что, по сути дела, сеть Хопфилда или вот эта модель, это модель спинового случайного стекла. Обменные интегралы здесь при распознавании изображений, по сути дела, являются случайными параметрами. Ну, и всю технику, которая использована для изучения стекловых стеклов, можно применять и для изучения сетей Хопфилда. В реальной ситуации у нас, естественно, сила вот этих связей может зависеть от состояния других нейронов. То есть, ну, как минимум, у нас сеть будет с мульти нейронными взаимодействиями. Ну, об этом мы поговорим попозже, когда разбухнем сети Хопфилда. Так, на сегодня все, потому что дальше там можно уже в дебре сетей Хопфилда входить на это, этого явно не успеем сегодня сделать. Значит, а в следующий раз восьмом. Ну, предварительно давайте созвонимся. Можно вопрос? Вот для каждой конкретной задачи нужно получать свою нейронную сеть, придумать свою схему. Совершенно верно. Ну, есть, так, определенные классы задач, для которых более-менее универсальные сети. А так, вообще, ну, скажем, оптимизационные задачи, задачи Коми-Воезжора, скажем. Какие задачи? Коми-Воезжор. Ну, Коми-Воезжор должен объехать там. Значит, ряд городов, не посещая каждый город дважды, и при этом минимальный путь. Задача там трассировки клад, чтобы у меня не пересекались пути. Близкая к ней задача называется задача Энферзей. Как расставить по доске Энферзей так, чтобы они не били друг друга. Значит, вообще, подход к решению таких задач – это разработка нейросетевой конструкции, которая именно эту задачу решает. Есть хорошие японские учебники, где, по сути дела, все вот такие ходовые распределения работ по Энмашинам, значит, где все такие вот характерные задачи, достаточно популярные были, расписаны через нейросетевые алгоритмы. Ну, понятно, что если их часто приходится решать, то гораздо проще составить какой-нибудь нейрочип, который ее решает быстро и оперативно, чем каждый раз, значит, ее программировать заново. Хотя, в общем, есть и чисто дискретный алгоритм решения, конечно, на этой задачи. Еще вопросы? Я еще раз хочу сказать, что, ну, нейросети – это один из возможных вариантов действий, так же, как и нейрокомпьютеры. В некоторых ситуациях они вполне хорошо работают, себя оправдывают, но рассчитывают на то, что они решат все задачи, которые стоят, наверное, неправильно. Ну, скажем, задачи таких, как система управления, в том числе, допустим, задач наведения и так далее, пишем на этот. Вполне нормальный и быстрый алгоритм. Если я, например, ну, скажем, делаю нейросеть, которая узнает танка во всех его видах, у нее больше ничего не требуется. Соответственно, она с этим лучше справится, чем какой-нибудь универсальный компьютер, который, к тому же, снаряд не поставишь. Ну, все туда, или восьмого. 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 Продолжение следует...